13 сентября в един день голосования на территории Буйского муниципального района наряду с выборами в органы государственной власти Костромской области и главы Буйского муниципального района проводились выборы Совета районных депутатов. Организацией проведения выборов занималась территориальная избирательная комиссия Буйского района. На сегодняшний день официально определены и опубликованы результаты выборов. Они признаны состоявшимися и действительными. Избранные депутаты зарегистрированы. О результатах выборов депутатов представительные органы Буйского муниципального района Костромской области по центральному сельскому поселению Барановскому и по поселку Чистой Бары сообщили председатель территориальной избирательной комиссии Макарова Наталья Владимировна и управляющая делами администрации Буйского муниципального района Смирнова Оксана Владимировна. На заседаниях депутатам вручили удостоверение об избрании, а также пожелали успеха в стоящих перед ними решениях ответственных задач на благо Буйского района. Первая очередная задача – это все-таки формирование бюджета. Сейчас уже конец года, сейчас идет формирование бюджетов, без депутатов сформировать бюджет невозможно. И любые изменения, все идет через собрание депутатов. Ну, незначительно изменилось. Это вошло только два новых человека, а все остальные депутаты с третьего созыва. Самое большое количество голосов у нас набрала эта треба Ольга Владимировна. Народ наш знает этих всех жителей и этих кандидатов, кто победили, депутаты наши, за них и голосовали. Сейчас новым составом четвертого созыва у нас будет принятие бюджета на 2021 год. Будем обсуждать его, проект, решение. Ну и самое главное – это закончить финансовый год нам стабильно, чтобы у нас все работало, функционировало, чтобы в наших домах тепло, светло было и уютно. Из 14 кандидатов, баллотировавшихся на выборах, в Совет депутатов Центрального сельского поселения третьего созыва избраны 10 депутатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей по числу голосов. В Совет депутатов Барановского сельского поселения четвертого созыва из 10 кандидатов избраны 7. А в городском поселении поселка Чистые Бары из 14 кандидатов 10. Да, состав у нас действительно изменился, я думаю, в лучшую сторону, можно сказать, потому что у нас состав получился весьма интересным. На фоне того, что у него сошли как и предыдущие члены Совета собраний депутатов, так и новые поколения. То есть получится хороший такой, знаете, рабочий симбиоз и молодости, и опыта. Я думаю, первый шаг сделан, выборы прошли, весьма спокойно, люди сделали свой выбор. Ну, может быть, была у нас одна неожиданность, но молодой кандидат у нас, не кандидат, депутат появился. Это отрадно, значит, есть доверие, будем работать. У нас уже есть планы, планы такие, знаете, все-таки по улучшению комфортно и жизни в поселке, да. Конечно, в будущем нам хотелось бы видеть, чтобы в поселке все-таки было какое-то городообразующее предприятие, так или иначе. Но сейчас нам надо все-таки думать и благоустройство, несмотря ни на что. И в первую очередь это благоустройство нашего поселения, чтобы по-прежнему было жить в нем довольно-таки привлекательно, чтобы не потерять вот эту связь прошлого и настоящего. Она, к сожалению, был какой-то переломный момент, немножко оборвалась. Но сейчас более-менее мы благоустройство работаем, есть планы, и причем серьезные. Хотелось бы воплотить их в жизнь. Надеюсь, наши депутаты нам в этом помогут.